МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Прошедшая неделя была насыщенная важными событиями. Не менее грандиозный план мероприятий и на предстоящую неделю. Что на совещании обсуждали руководители комитетов администрации в нашем первом сюжете. Плановое совещание проводил заместитель главы Сергей Тощев. Он сообщил, что 5 сентября прошел круглый стол по вопросам повышения качества медицинского обслуживания десногорцев. В совещании принимали участие руководство Федерального медико-биологического агентства России, госкорпорации «Росатом» и концерна, депутаты областной думы и Десногорского горсовета. Совещание проходило по инициативе администрации Десногорска. Сергей Тощев отметил, что все участники совещания обеспокоены положением дел в медсанчасти номер 135. О том, к какому совместному решению пришли участники круглого стола, мы расскажем в следующем информационном выпуске. Также он доложил, что в Десногорске началась вакцинация от гриппа. Председатель Комитета по культуре и молодежной политике Инна Михайлова познакомила руководителей с программой празднования дня города 10 сентября. Городские коммунальные службы готовятся к зиме. Ремонт дорог закончится в сентябре. С 5 по 10 сентября проходит Всероссийский фестиваль «Энергосбережение. Вместе ярче». Идея его проведения появилась благодаря молодежной инициативе в рамках международного форума НС-2015. Инициативу поддержали различные министерства России, молодежные и общественные организации. Десногорцы тоже поддерживают проведение этого фестиваля. В школах города проходят уроки, организованные тематические выставки детских рисунков, энергосбережения глазами детей, беседы на тему бережного отношения к природным ресурсам. Подробная информация о фестивале размещена на сайте. В Смоленской области с 1 сентября по 25 октября проводится второй этап областного интернет-фотоконкурса «Семьи. Счастливые моменты». Он проходит по следующим пяти номинациям «Счастье быть матерью», «Быть отцом – это почетно», «Наши любимые бабушки и дедушки», «Моя семья – мое богатство» и «Семейные курьезы». Лучшие фотографии победителей районных этапов фотоконкурса размещены на сайте Департамента Смоленской области по социальному развитию, где путем интернет-голосования определятся победители. Адрес сайта вы видите на экране телевизоров. В народе говорят, хочешь сделать хорошее дело – начни его первым. К событию, о котором мы расскажем вам в следующем сюжете, также подходит пословица «Под лежачий камень вода не течет». Так о чем мы? Смотрите далее. Детский сад для ребят – второй дом. И всем хочется, чтобы он был красивым и уютным. В наше экономически сложное время трудно поддерживать их в хорошем виде. К концу лета стало особенно заметно, что игровые площадки детских садов в нашем городе хорошеют на глазах. Оказалось, что они отремонтированы руками родителей. Все заинтересованы в том, чтобы дети находились в здоровых, правильных, красивых условиях в детском саду. Поэтому родители вышли с инициативой о том, что они готовы оказать помощь, о том, что они готовы немножко приложить усилия для того, чтобы преобразовать среду детскую, в которой они находятся. Но попросили им в этом помочь, посотрудничать. Мы все это обсудили в администрации, выслушали все предложения. И дальше уже работа завязалась. Администрация начала работу по поиску спонсоров. Нам повезло, спонсора мы такого нашли. Это наш постоянный друг и соратник – Смоленская атомная станция. Поэтому мы получили материалы различные, отделочные, краску, кисточки и предоставили в садик. Родители-энтузиасты детского садика «Теремок» активно включились в работу. Они приходили на игровые площадки и, не жалея свободного времени, ремонтировали качели, горки и песочницы, красили спортивные снаряды и малые формы, восстанавливали заборчики и цветники. У нас родительский коллектив даже не обдумывал. Мы сразу пошли красить, пошли делать, пошли ремонтировать. Очень дружно все вместе работаем. И, конечно, от лица всех родителей и воспитанников нашего детского садика «Теремок» мы выражаем просто огромную благодарность концерну «Росатом», благодаря которому мы можем позволить обновить прилегающую к садику территорию. Тем более для наших детей это очень важно и ценно. Практически вся территория садика отремонтирована руками родителей. Здесь каждый вечер кипела такая дружная, активная работа, потому что каждый из родителей, они мне говорили сами, я просто повторяю их слова, они делают это для своих детей. Они делают это для того, чтобы детям было в детском саду комфортно, удобно, уютно, но, естественно, безопасно. В детском саде «Киевушка» уже не первый раз на спонсорскую помощь Смоленской атомной станции родители ремонтируют группы. Два года назад родители тоже обращались за помощью к атомной электростанции. Были выделены денежные средства. Мы приобретали также строительный материал, и родители ремонтировали группу «Звездочка». Там был проведен полный ремонт покраска, побелка, замена линолеума, замена сантехнического оборудования. И группа была готова к началу учебного года. В этом году это уже повторение хороших дел. В этом году в группе «Ромашка» покрасят лестницу, окна, потолок, заменят линолеум. Дети вернутся в уютную группу. В апреле текущего года стартовал Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества», который проходит под эгидой Года пожарной охраны. В рамках проведения регионального этапа этого фестиваля в Главном управлении МЧС России по Смоленской области прошел смотр-конкурс названия «Лучший диспетчер-радиотелефонист». После нелегкой борьбы победителем в категории «Лучший диспетчер» Смоленской области стала Любовь Орлова. Радиотелефонист – первый пожарно-спасательный части нашего города. В Смоленской области задержали банду угонщиков. Их поймали в Починковском районе инспекторы ГИБДД при попытке скрыться на похищенных автомобилях. В итоге задержанные молодые люди оказались причастны к масштабной схеме угона и продажи машин. Авто они переправляли на территорию сопредельного государства и разбирали на запчасти. Теперь парням грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Межрегиональная вахта памяти пройдет на территории Рослевского района с 9 по 17 сентября. Традиционные мероприятия состоятся на местах боев 17-й дивизии народного ополчения в августе 1941 года, 1-го гвардейского корпуса генерала Белова 1942 года, 10-й и 49-й армии в период Рослевской наступательной операции в сентябре 1943 года. Участники вахты памяти соберутся в сельском поселении Крапивинском и деревне Новой Березовки. В поисковых работах примут участие 25 отрядов из Смоленской, Калужской, Брянской, Владимирской, Нижегородской областей и Москвы. Воспитанники военно-патриотического клуба «Ангел» города Десногорска все лето занимались на различных сборах и участвовали в соревнованиях. Особо отличившимся «Ангелам» в минувший понедельник вручили заслуженные награды. На сегодняшний день в клубе числятся 18 кадетов и 10 казаков. Ребята на занятиях изучают боевую подготовку, знакомятся с оружием и посещают физтренировки. Ходят в храм. Мы еще делаем порношколу. Если, допустим, ребенок плохо учится, мы каждый пятницу собираем дневники. Здесь, прямо в дружине, когда идут... И читает ребенок, объясняет, как казак всем, то есть своим кадетам, почему он так себя плохо вел. В эти летние каникулы ребята участвовали в соревнованиях по порубке саблей и по владению другим боевым оружием. 5 сентября в торжественной обстановке победителям были вручены почетные грамоты. А трое ребят были удостоены права носить береты. Среди них и девочка Юлия Дрепина. Школа выживания прошла, поэтому заработали береты и были награждены сегодня. Вступить в ряды «Ангелов» может любой желающий подросток. Главное, чтобы были не против родителей и позволяло здоровье. Под Десногорском фура вылетела в Кювет. Это произошло на дороге Рослых-Десногорск, недалеко от населенного пункта Утоки. Как сообщают очевидцы происшествия, большегруз столкнулся с автомобилем Рено, после чего перевернулся в Кювет. В результате ДТП пассажир 1958 года рождения из автомобиля Рено получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. В Смоленской области для дачников снизят тариф на электричество. С начала следующего года постановлением Департамента по энергетике и энергоэффективности тарифной политики будет утвержден понижающий коэффициент в размере 0,7 к тарифам на электроэнергию для данной категории потребителей при условии нахождения садовых, огородных и дачных участков на территории сельской местности. За первые два учебных дня на пешеходных переходах в Десногорске сбили детей. В обоих случаях виноваты водители. В связи с этим сотрудники ГИБДД обращаются к автомобилистам с просьбой. С теми, что тебе оттуда, что тебе оттуда, что тебе оттуда и улыбают с того, что мне делать на пешеходных вопросах, в основном, в отношении некоторых связках с сельской информацией. В положении десногорске лучше быть в порядке, что я пишу под некоторые переходы, а обращайте внимание на тысячу судебно. Собирайтесь, пожалуйста, и помните безопасности в своей безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok